На что ты живешь и делаешь операции за лям? Смешно. Ну, такая ситуация, не обязательно говорить, где ты работаешь и какие темы ты мучаешь, чтобы люди думали о том, что ты что-то делаешь. Ну, начнем с этого. Вот. Естественно, я не могла представить, в 18 лет, что я буду зарабатывать деньги такие, да, чтобы осуществлять мечты родителей и свои тоже. Но, условно говоря, для меня 500 тысяч – это сейчас очень, ну, такое, то, что может быстро закончиться. И у меня с каждым разом растут все больше и больше амбиции заработать больше и больше и больше. Я постоянно ищу какие-то вариантики. И если человек не озвучивает там, где он работает и что ему он делает, надо не знать, что он ничего не делает. Начнем с этого. И, кстати, мне кто-то там сказал, что кто-то там думал, что я на каком-то обеспечении кого-то, меня там за меня пошляет парень или еще что-то. Я вам сейчас больше скажу, я делаю все сама. И просто, когда мне парень говорит, типа, можешь написать, чтобы я тебе вызову такси, я такая, типа, зачем я сама себе вызову такси. Он такой, такой я человек, такая девчонка, я все сама делаю. Вот. Начинаю от путешествия и заканчиваю всеми своими операциями. Мы видимся с парнем, все нормально, все хорошо. Он работает 6-1. Отвечать честно, пожалуйста. Должна вопрос к Макану. Почему я должна отвечать тебе на какие-то вопросы, которые мне не интересны? Я вот с тех пор, когда я работаю, просто очень милая. С Миланой общаетесь? Да. Ну, вчера, знаете, этот человек оказался не в лучшей стороне, себя, мне. Но я сделал какие-то тоже определенные выводы. Почему ничего не выкладываешь Георгием? Не считаю нужным. Иногда Гоша — это сокращенно Георгий. Гоша — это попугай Гоши. А Георгий — это очень красивое имя. И у нас, например, в Грузии или в Осетии, да, там, ну, вот у меня крестный моей сестры осетины, и нет такого слова Гоша. И если ты видишь Георгия и скажешь Гоша, то тебя жестко за это осудят. Потому что вот у меня у крестного родился сын, он Георгий. Только хоть кто-нибудь назовет его Гошей или Жора — взрыв. Потому что в Осетии нет такого имени Гоша. Это вообще только русские, блядь, придумали Гоша. Вот. И это Гриша. Григорий и Георгий — это красиво звучит. Когда пытаются моё имя сократить, мне тоже повезет. Единственное, мне нравятся Дайя и Дишка. Всё, Дишка меня называет. Девочка, которая меня красит, она мне очень приятно. Потому что она мне познакомит Дишка. Вот. У меня у неё записано Дишка. Поэтому, пожалуйста, пишите Георгий. Вот. И это тоже очень важно. Я понимаю, что я вам внесла, сама говорила Гоша, и вы так и запомнили. Но его зовут Георгий, и Гоша уебищно звучит имя. На самом деле он очень сильно вырос и вообще не похож на Гошу. Вот. И буквально там недавно в Новороссийске познакомилась с ребятами. Два Георгия. И я сказала Гоше, они вот так просто у меня. Кто? Они такие, мы Георгий. Ну, меня зовут Георгий. Она не сокращается. Я такая, всё, всё, всё. Вот. Поэтому, если вы Грише, будьте Григорием лучше. Она прекрасна. Спасибо. Сколько стоит реклама у тебя? Всё к менеджеру? Я не знаю, кстати. Фактически результат после операции. Очень нравится. Это не срождение, это зависит от родителей. Значит, я прекрасный родитель. Спасибо большое. Да, мне очень повезло с родителями. Они у меня прям сладкие булки. С какого херен должен рассказать про Андрея? Ещё и при условиях честности какой-то этого. В каком году достряли? Спасибо большое. Газ, пацаны. Валерик сказал, что ты скоро станешь толстой жопой. Но не скоро. Можно сказать, рожу только. Валерик сейчас запиздится. Я через полторы недели приеду. И как будто бы, блин, стоит чуть-чуть помолчать. Нет такого ощущения. Какой уход у тебя за волосами? Обычный. Я очень хочу... Блин. Я очень хочу себе купить уход. Но мне, честно, жалко. Потому что маска одна стоит 9 тысяч. Вторая 7 тысяч. Спрей стоит 8 тысяч. И к нему тоже такая маска. Она стоит около 10 тысяч. Пиздиска это жалко. Ну, просто. Но я, наверное, куплю. Я купила, кстати, маску за 4 тысячи. Забыл, как она называется. Но мне нужно купить на Валберес точно. Мне нужно купить на Валберес термошапку. Потому что она под термошапкой делается. Да, ты говорила, что пойдешь на интервью. Я передумала. Что с проколом хряща? С каким проколом хряща? Ведешь плохой образ жизни. Я, которая сижу 24 на 7 дома. Потом еще периодически работаю. Езжу по делам. И провожу время со своей семьей, со своим молодым человеком. Охуеть. Очень. Я первый раз вообще вышла в клуб. И то это было не клуб, а какая-то, ну, просто говно. Потому что мой молодой человек очень не любит клубы. Вообще в целом. И он запрещает. Не запрещает. Я уважаю его очень чувства. И вижу, что он очень сильно переживает. Он не будет спать ночью. И если я пойду в клуб, там, заварку, сиклит, балган. Не важно. Пла-пла. Там, Господи, куда угодно. И, типа, я просто вышла с девочками. Я, ну, не пью. Не употребляю ничего. И он полностью спокойный. В преследствии возвращаюсь с тобой. И он знает, ну, я уже в 3 часа ночи начинаю ныщить, что у меня болят ноги. И вот я вчера Лиду так столько сильно заебала. Он говорит, просто заткнись. Пожалуйста. А Лида, как раз, таки любит музыку, танцевать, расслабляться. Я очень загонная, очень сильная. Мы были в Питере. Я просто сидела. И я просто вот, я не знаю, что со мной. Я просто сидела. Я хотела домой посмотреть сериал. Я понимала, что я не могу этого сделать. Потому что девочки хотят выпить, хотят потусить. Я не пью, ну, типа, окей. Я попила сок. Я просто сижу. И у меня начинается вот эта вот тряска. Мне начинает выпишивать, блядь, все. И мне уже пишут, типа, девочки, типа, что с тобой. Я просто сижу. И я думаю, если я сейчас не уйду домой поспать, я взорвусь. Мне неинтересно слушать. Я, короче, очень такой человек. Мне неинтересно. Мне неинтересная компания. Мне вообще просто хочется домой. Это реально притягательное. Спасибо. Так. Какие качества цены для тебя в мужчине? Порядочность. Скромность. Чувство юмора и харизматичность. Надеюсь, что в тай. Какие же завистливые девочки? Это ее эфир. Она может говорить все, что угодно себе. Зачем вы смотрите, если она вам так не нравится? Задайте глупый вопрос. Пытаюсь ее задеть. Смешные. Вы так. Эфир режет, потому что я постоянно что-то делаю. Я знаю, да. Я наши вопросы не задену. Это ей нас ради. Подружка, которая подарила колечко, вот. Блин. Она не отмывается. Ну вот. Ребята, вы хотите, ответьте. Почему Макана Ахматовича так смотрела фильм? Зачем вы пишете? А что я сделала? Мила ничего не сделала. Георгина какая-то. Мне тоже. Мне очень нравится Георг. Просто. И Геф мне нравится. Георг тоже. Георг. Привет. Выкладывай больше чего-нибудь с парнем. Не хочу я. Я не хочу освещать. Я иногда могу фоточку залить и все. Как думаешь? Норма выставлять историю? Норма выставлять в историю свою жизнь. Конечно. Ты очень красиво. Спасибо. Да. У меня композиты. Она не знает. Я в офиге с новой автоген. Ребята, я залью эти фотки сейчас в инсту. Нас фотографировал фотограф вчера. Вообще мы были типа самыми топовыми. Ну, в принципе, как и всегда с Лизой. И фотограф такой типа, блядь, я в шоке. Он такой, свет, все, камеру принес. Вообще киношные фотки типа нам сделала. Она обычно все фоткает обычно. А она нам принес вот эту хрень, камеры, штативы. Вот эти свет. А я стояла вчера и красила губы. И на меня падал свет. У нас с Лизой есть такая тема, что если мы видим друг друга в красивом ракурсе, мы всегда фоткаем. Я Лизу так сфоткала. Репост на фотку, когда она выложит. И я с тобой крашу губы и смотрю на Арину. И что-то она мне рассказывает, я крашу. И потом Лиза так телефон поворачивает. И она меня сфоткала просто на айфон. Я такая. И мы начинаем жестко визжать, типа, очень громко орать с Ариной и с Лизой. И мы такие, типа, блин, фотка разъехала просто. В общем, я вообще в шоке. Когда я муку пишу? Когда замуж выйду? Что на руке у тебя? Где? Татуировка? Или это кровь? Я не знаю, Соня Слипи. Вам не смешно писать про Макана? У меня после ленинса очень болят глаза. Так. Ты платила когда-нибудь за подругу всегда? Да, тебя волнуется, сколько было парней. Нет, мне вообще плевать. Ты задали, какой самый тупой вопрос у мужчин? Сколько у тебя было парней? А у тебя? Я могу скинуть. У меня... Когда мыли голову, у меня есть сколько в сатрас салоне. Я спросила, что за уход, мне его скинуть. Могу скинуть. Такое... Он дорого стоит. Тебя волнует, сколько у парней? Мне вообще плевать, сколько было у кого парней. Знаете, у меня было такое, что я очень сильно влюбился в меня парень. И мне подходили каждый старый человек и говорил, блин, ты знаешь, что он бабник. Блин, ты знаешь, у него три девочки на дню. Я просто говорю, круто, что они не смогли его вдохновить и влюбить настолько, что он, блин, им изменяет. Я вижу в глазах человека и в его поступках. Потом, знаете, они такие, ебать, он первый раз купил цветы кому-то. Конечно, конечно. Нужно уметь себя подавать так, чтобы у него не было еще двух девочек сзади. И когда я вообще тоже... Мне вообще на это насрать. То есть, типа, если пацаны начинают переживать, такой, типа, блин, не слушай их, они грязь говорят. Я говорю, мне вообще все равно. Я пока лично не увижу, не разочаруюсь. Мне насрать. Сколько у тебя было девушек, с кем ты общаешься, с кем ты встречаешься. Мне вообще похуй. Ну, как бы... Сколько бы времени ты была, одна без отношений вообще не была. Я не успела почувствовать свободу вообще в своей жизни, мне кажется. Моя первая любовь произошла в 14 лет. И я первый раз в жизни влюбилась в 14 лет. Это была моя первая детская любовь, неосознанная, такая, типа, я за счет человеком в вагоне в воду, я ради него все. Блин, ребята, я была очень глупая, маленькая. Я даже хотела просто умереть без него, не хотела жить, скрывать все вены, хотела и глотать таблетки. И мы встречаться начали в 15 лет и провстречались до 19. То есть, типа, мы жили в другом маленьком городе, и потом из этого города мы переехали в Москву. Я с сыном родился у меня, а он переехал сам. Вот. И мы встречались около 5 лет с этим парнем. Это была моя первая любовь, самая сильная, самая непонятная, самая больная. Короче, такая была тема. Мы расстались, мне исполнилось, ой, мне было 18 лет, и мы расстались 18 лет. 18, не 19. Потом мы, когда расстались, начинали расставаться, вот в то время, что я, процесс расставания, да, когда там тебе больно, в моей жизни появляется человек другой, да. Я всего была три раза в отношениях. И во мне появляется вот другого человека. В таких отношениях я имею в виду, когда не когда вы, типа, неделю встречаетесь, за ручку ходите, расстаетесь, а в отношениях, где я реально любила человека. И появляется вот человек, который начинает преподносить, там, букеты, шмупеты, цветы. И я человеку этому лицу говорю, что я люблю другого парня, прости, мы не можем с тобой контактировать, общаться, мне не интересно с тобой общаться. Вот. На что человек говорит, все будет хорошо, там, типа, я горы сверну ради тебя и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Типа, ты моя первая влюбленная, все, хуня. Мы перестаем общаться, потому что я просто говорю, что нет, ну, типа, не варик, вообще, ну, вообще никак. Так. И проходит полгода, и за эти полгода мы как-то все равно переписываемся в институте, там, киси-миси, вот такая вот, типа, там, он выложит историю с песенкой, так далее, ну, короче, какая-то такая вот шляпа. И получается так, что моя подруга близко со своей подругой идут сниматься у него в клипе у этого человека. И я, тут что-то Медащик пишет, я говорю, бля, ну у тебя пиздец, они самые нормальные были из всего клипа, я говорю, бля, ты кого вообще поднаправленный, типа. То есть я относилась к нему, к этому человеку, как к братишке, прям своему, типа, прям братишке, то есть я даже брала деньги с него за рекламу, с этого человека. Вот, я, он покупал мне рекламу за 250 рублей, и я выкладывала его. И в ТикТок выкладывала, и туда выкладывала, он покупал рекламу у меня, я выкладывала. И он такой, типа, блин, мол, приедешь и справишься ситуацию, я говорю, пф, за день все, мы начинаем снимать клип, и там в конце должна была быть девочка на каблуках такая, и этот человек говорит, нет, типа, главную роль в конце будет, типа, снимать с Даяном. Я говорю, ну ладно, клип полный пиздец, чтобы вы понимали, да, но я сейчас просто скажу, какая девочка была. Я курила сигареты и танцевала, как хотела, начнем с этого, вот на фоне Мерсадеса, да, вот такой клип был интересный, вот, привет, зайчик. Я тоже не видела, что это шла. И потом мы сидим с девочками, я говорю, блин, этот чувак такой стрёмный, типа, просто пиздец. Я еще раз, типа, убедилась в том, что, блин, кринж. И он мне сказал, и он своим друзьям сказал, типа, бля, пиздец, она, типа, ни о чем на этих Токтышах, что-то, что-то. Короче, в итоге мы друг другу не понравились, и я, ну, как бы мне написал, вот, друг, типа, привет, ты мне хочешь погулять? Я говорю, нет, типа, не хочу. Да, все хорошо, я сейчас тебе напишу после эфира. Вот, и все, мы перестаем общаться как-то. Проходит еще какое-то время. Я все это время, когда вот все это время, я общаюсь со своим, получается, вот этим пацаном, с которым у меня 5 лет началось. Просто вот мы расстались, но пытались всегда сойтись. То есть мы понимали, мы очень много за 5 лет расставались. Бывало, что и на полгода расставались. И, ну, человек меня не отпускал, я его тоже. И у нас всегда была мысль в голове, что мы помиримся. Не надо ни с кем знакомиться, ни с кем общаться, мы помиримся в любом случае. На тот момент мы были маленькими детьми, которые были в лоу, в депо, открыто. И мы делали любым назло, мы ходили в лоу, в депо, в депо, в историю. Я работала в стритбите, да, бля, продавцом одежды. Так получилось, что я работала в стритбите, в котором находился вот дом этого парня и этот магазин. И он постоянно заходил через одну дверь и выходил через другую со своими друзьями и такой. Вот, я работала продавцом, я была, ну, он меня называл девочка стрит. Потому что у меня всегда были такие брейды, косички, большие худи, ничего не изменилось. Вот, и все, получается, вот этот человек пришел в мою жизнь. Доброе утро, зай! Никак, ничего вообще не могла никак не коммуницировать, не нравилось мне, в общем. Вот, и потом что? Произошло. Ничего, я уже забыла, что подыскать. А? И все, я веду. Вот. И вот такая вот, началась вот эта вот... А, вот мне в 4 утра позвонил звонок. Да, я про звонок говорила, да? Я взяла трубку, и мне просто говорят в телефон. Типа, я тебя люблю. Вот. Я говорю, блядь, круто. Типа, классная шутка. Если вы решили поугарать сейчас, поснимать. А на тот момент они снимали в историю, типа, разводы всякие. Ну, там, короче, шутили на 7. Я говорю, слушай, неинтересно мне эта хуйня. Ну, давай потом. Я утром встаю в этот день, иду на работу. Развешиваю, короче... Вот, что в инвале, это прям долго. Ну, где-то полгода длилась вот эта вот вся хуйня. Я развешиваю вещи на закрытии, и меня вот так по плечу, типа, трогают. Я поворачиваю голову, и стоит этот тварь, и он такой, типа, здравствуйте, можно телефон на детку поставить? Я говорю, да, давай. Ну, вообще, мне вообще пофиг было. Я просто офигела, что он приехал. Я такая, думаю, блин, окей. Поставила телефон, и он дождался пока за мой магазин. И все, и он говорит, мне есть... Короче, какая-то странная тема была. И все это время я общалась с тем человеком, и мне было очень больно грустно. Это, блядь, расставаться с первой любовью, это просто пиздец. Хорошо, что я уже спокойно все переживаю. Я вижу этого парня с моим первой любовью. Каждое лето, ребята. Каждое. Каждое, блядь, лето. Вот просто каждое. Я просто смотрю на него и думаю, боже мой, спасибо. Реально, что ты меня обидел настолько сильно. Зарядил меня таким бешеным иммунитетом. Ну, вот, короче. И все. И я, ну, как бы, мне было очень, типа, больно тяжело, грустно, обидно. Но все прошло. Коты. Вот. Все прошло, и я начала принимать вхажение этого человека. Это длилось все с зимы до мая. И я не могла влюбиться вообще. Мне было очень обидно и грустно, потому что я понимала, что парень настолько хороший, он делает для меня. И все. Я вот, получается, поступала во вторые отношения. Получается, полгода я была без отношений. Но я даже не могу назвать, что я была свободной, потому что меня пилили со всех сторон. Я постоянно плакала. Просто я плакала без остановки. Меня почти очислили с универа. Мне было 172 часа пропущено. Меня уволили с работы. Ну, просто меня директор зашквардник вытащил на улицу. Он говорит, с тобой что? И заходил просто, я прям помню этот день, зашел светлый мальчик просто выбрать кроссы. И я начала рыдать. Я перепутала, блядь, его. Ну, все. У меня была перекрыта голова. Типа, я думала, что я умру. Все. Я не знаю, как объяснить. У меня была настолько сильная первая любовь. Ну, типа, что просто был пиздец. Я думала, я не переживу, короче, этого. И меня уже со всех работ выгнали. Там такая, типа, меня подписывали в универе начисления. Я начала все вот это исправлять, короче, всю вот эту вот кашу. То есть я не могу сказать, что я была одна. Я не насладилась жизнью, потому что именно мне было очень больно. И все. Потом я вступила в отношения. И знаете, как я вступила в отношения? Мне предложили, ну, мне говорят, человек, типа, давай, там, типа, попробуем. Я сказала, давай так, получится, не получится. Вот это прям май был. Я сказала, слушай, если я, у меня не получится, ну, типа, я не буду с тобой. Просто, ну, просто человек говорит, просто, ну, давай, типа, дай шанс попробовать, сделай тебя счастливой. Я говорю. Я была настолько разбита, ребят. У меня были эти шрамы на руке. До сих пор остались. Я была настолько разбита. Моей маме было так страшно за меня. Потому что я просто, я просто не уходила из комнаты. Я лежала в наушниках, постоянно в слезах. У меня выпадали волосы. Я не ела, я не пила. Мои родители звонили моему, этому бывшему парню. Просто его имя не произвесили в доме. Потому что, я не знаю, меня так жестко разбили. Это сейчас, конечно, я уважаю людей, которые признают, что им было больно. Потому что в большинстве случаев люди, которые стоят, такие, да мне вообще, ну, типа, да мне похуй было. Я думаю, господи, господи, ты так переживал. Я этого не скрываю. Вот. Я этого не скрываю. Мне было очень больно, было разбито просто на тысячу мелких осколков. Просто на миллиарды. Писала его семье. Писала его братья. Говорю, помогите, я умираю. Да. Все прошло, слава богу. И я влюбляюсь через 7 месяцев, после тех полугода, влюбляюсь в этого парня. И все. Лучше бы такого не произошло. Потому что этот парень сделал меня в 2 раза больше. Потому что тут, типа, мне уже, окей, мне уже 19 лет, да, там типа уже 20. И я такая влюбляюсь уже в осознанном возрасте. То есть я уже влюбилась настолько, что это был человек, который превратил предыдущее имя просто в пыль. Реально. Он очень сильно мучился. Он старался и с божьей помощью. Реально, там только бог помог мне разлюбить этого бывшего. И все. Все заебись. Все классно. Все топло. И тут мы просто расстаемся. Ты богом называешь? А? Ты кого ты богом называешь? Мы просто расстаемся. И все. И мне становится еще больнее. Еще больнее. Я думала, что больше не испытываю. Ну, конечно, такой боли, как он пришел мне первым. Первая моя любовь. Сучара. Такого мне больше никто не причинял. Можно не смеяться так? Вот. Вы говорите глупо. Вот. И у меня был жесткий. У меня был заряд. У меня был иммунитет. Мне вообще не больно. И я просто 2 месяца такая, да похуй мне, чтобы расстаться. И через 2 месяца меня перекрыло просто к собачьим. Ну, вот просто домой. И все. Тоже было очень больно. Потому что была прямоосознанная любовь. Это была настолько сильная любовь, что я хотела, типа, выйти замуж за этого человека. То есть я была готова к тому, что мы поженились. Пиздец. Кукушка. Вот. Ну и все. Мы расстаемся. Вообще, получается, мы расстаемся. Через год ровно. Вот. У нас год был. Какого-то там числа. Через 2 дня мы расстались. И я уезжаю в Новороссийск. Уезжаю. В июле мы миримся. Ну, как он мне написал? Мы миримся. Встречаемся в июле-август. Я приезжаю. В сентябре мы расходимся. Потом зимой мы опять сходимся. Вот этот круг дебильный, блядь. Когда у тебя бывший парень, и вы, типа, ну, ну, короче, вот эта вот, типа, хрень, когда вы расстаетесь, потом сходитесь. Короче, вы нормально не можете расстаться, потому что вы все равно сходитесь. Меня вообще это бесит в названии слова бывшие. Потому что если я считаю, что люди расстались, они не могут больше начать. С февраля до сентября я тоже была одна. Опять, как я была одна? Я была грустная, потерянная, разбитая. Мне было грустно, плохо, обидно. Ну, короче, мне было пизда. Да, начнем с этого. И вот в сентябре, ну, получается, честно сказать, пересекались вот это все. Вот эта заварушка. Я захожу, он стоит. Я выхожу, он выходит. Там, привет, как дела, как жизнь, там, пересечения, вот эти, постоянно какая-то связка. Типа, что делаешь, там, типа, блин, в пять утра спишь. Ну, короче, вот такая вот тема. Это все было очень болезненно и тяжело. Но я думаю, что все люди, которые существуют, которые встречаются, в отношениях и стояли, они когда расстаются, я думаю, у меня все прекрасно понимают, что когда вы расстаетесь, вы все равно будете каким-то образом поддерживать эту вот связь. Если вы любили друг друга, потому что отпустить полностью человека очень тяжело. Все, я думаю, что все, моей жизни пришел конец. Мое сердце разбито. Я полюбила бандита. Я приезжаю в сентябре, вот говорю же, в клуб в 2000, в каком это году было, Лиз? В 21-м мы приехали? В каком году, кстати, было? В 21-м? Да, в 21-м. В 21-м году я приезжаю в клуб. И ни с кем вообще, небольшой такой подтекст, я приезжаю в этот клуб после встречи с этим человеком. То есть я была на посвяте, и этот человек был на этом же посвяте, вот с которым я рассталась в феврале. И я вот вижусь, мы с ним общаемся, пересекаемся. И я такая, все, мы поехали тусить, посвят же, приезжаем. И тут, и тут, девочки, я просто, вот меня знакомят вот с Георгием, меня с ним знакомят. И я просто вот это, и вот я вот это вот просто, вау. И я спрашиваю, Алис, включи лампочку. Устройство недоступное. Ну, не включайте, пожалуйста, интернет. Короче, меня знакомят... Меня знакомят с этим парнем. Мы начинаем с ним кундеть, тусить, общаться и так далее, и тому подобное. Так, чтобы чувствовать себя невероятно свободным человеком, который не зависит ни от чего, это было у меня, честно сказать, вот летом. Этим летом я просто вот настолько выгорела от всего. Что я просто почувствовала... Я перестала быть зависимой от какого-либо чувства, мнения, настроения. Я просто кайфовала от своей работы, от того, что я делаю, от того, с кем я общаюсь. Вот. Но это недолго длилось, где-то месяц, и через месяц меня опять нагрела. Я больше не буду так про свои отношения отвечать. Я вот сказала, что я была три раза в отношениях серьезных. Ну, вообще, первая любовь просто, да, это отношения. Мы были малышами-карандашами, мы там в киношку ходили, все такое, ну, просто было больно расстаться. Но, типа... Короче... Такая вот ситуация. Так, ребят, ладно. Пошла собираться, мне нужно выезжать уже скоро. Обнимаю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok